привет котятки как ваши дела как ваше настроение сегодня я приглашаю вас побыть со мной этим субботним утром и я приглашаю вас свой день начинается с того что нам надо сделать уборку стола и сегодня я хочу развенчать все мифы о том что у инстаграм художника все идеально красиво в любом состоянии их студия выглядит просто великолепно нет на самом деле это все абсолютно не так это абсолютный ложь у всех есть хлам и у всех это может выглядеть плохо и некрасиво и сегодня я покажу вам как выглядит мой стол в конце рабочей недели я я специально с пятницы не убирала свой стол мой стол захламлен и так происходит всегда если я делаю несколько проектов если я работаю над несколькими вещами я делаю скетчи я делаю работу я делаю все что угодно и тут очень долго приходится разбираться но это приходится делать каждый вечер потому что я не люблю работать в хаосе я не люблю работать в свинарнике поэтому все равно приходится разгребать себе кусочек чистого свободного места чтобы было куда поставить хотя бы локти и положить новый чистый лист бумаги давайте приступим я нашла свою старую петличку и и если звук изменился в лучшую сторону во первых я рада во вторых надеюсь вам лучше слышно вот итак идем дальше здесь всякие типа инструменты ножичка две ручки которые мне нужны были в рисовании они идут в стол вот итак мы добрались до самого интересного ну независимо от того хлам который сейчас находится чуть за кадром я позже подвину камеру и вы увидите весь хлам вот итак я вчера сходил в художественный магазин я хотела купить акварельную бумагу я конечно же не купила потому что она закончилась именно так который я хотела поэтому придется ее заказывать в интернете но это не беда я купила скетчбук у меня уже был такой скетчбук но он был в черном цвете я думаю вы видели на него обзор и в нем у меня короче было все плохо по-честному вот и я накупил короче всякой фигни итак я вас подвинул поближе чтобы показать это в общем маркер акварельный я увидел их случайно на стенде в магазине леонардо правильно он называется так вот и решил взять три штучки на пробу и сейчас я очень жалею что я не взяла больше и планирую выходные съездить купить еще вот потому почему это как бы ну обычно акварельный маркер мне не нужны его акварельные слова свойства в плане размытия каких-нибудь вот таких вот специфических штук я нашла для него более крутое применение в плане того что я его применяю просто для скетчей это первый тест называется о какой пересвет кошмар я сделала видео чуть темнее чтобы вы могли в принципе разглядеть текстуру вот вот так они выглядят но в чем самая фишка они не просвечивают на обратную сторону даже довольно тонкого листа в этом скетчбуке листы сейчас скажу 140 грамм на квадратный метр плотность вот и это удобно для каких-то поездок для скетчей вот и мне нужны были вот такие вот подобные инструменты потому что я привыкла рисовать акварелью но с акварелью особо не повозишься но мне некомфортно с ней возиться в плане того чтобы ездить куда-то рисовать на открытом воздухе при людях акварелью это не всегда получается а подобные маркеры делают очень крутые заливки да тут видны штрихи вы можете это видеть но они супер яркие выглядят довольно эффектно я купила вот такую цветовую гамму из трех маркеров голубой розовый и серый я хочу докупить еще несколько штучек чтобы иметь такой базовый пастельный набор я не хочу покупать яркие вещи потому что я как-то отхожу сейчас от этого я бы купила что-то телесное что-то о христа оранжевые и так я говорила про то что я хотела приобрести еще один оранжевого христа и маркер но в этот момент камера моя сказала что я не хочу снимать видео я разрядилась иди заряжай меня и за это время я успел попить кофе и хочу рассказать почему христа оранжевый потому что если вы заметили по моим последним иллюстрациям моя палитра переползла в сторону осени то есть окей я покажу хотя это никак не относится к видео но все же вот это вот мне кстати очень нравится потому что тут я поюзываю новые варианты например я здесь нарисовала такие фиолетовые тени и оранжевый коричневый такой сочетается очень круто с фиолетовым и с приглушенным зеленым и вообще вся эта картинка мне очень нравится это первая картинка которую я нарисовала этой осенью еще есть вот такие всякие няшки плюшки маленькие и есть одна вот такая недорисованная ее пока никто не видел она лежит у меня в ящике и тут типа скотч я потом это деру чтобы была вот такая красивая ровная рамочка вот почему такой дурацкий скотч потому что этот скотч не оставляет следу я его купила чтобы упаковывать подарки в итоге упаковку для подарков он ни хрена не держал а обклеивать им иллюстрации чтобы создавать ровную рамочку он вообще кайфовый и так вот такие девочки у меня получились я просто нарисовала первую попавшись в голову и тип вот я думаю они довольно неплохие и сейчас вам покажу обратную сторону листа я думаю вы видите что почти ничего не просвечено нет вот этих вот характерных подтеков которые есть обычно на листах когда ты рисуешь маркерами а вот эти маркеры кайфовые я их беру вот ради вот такой штуки если вам интересно полный тест этих маркеров я даже не читала честно говоря чё пишет про них производитель в плане их свойств и функций но если вам интересно я все равно поеду докупать еще несколько цветов пишите в комментариях сделаем полный разбор этих маркеров они кстати довольно дешевые они стоили порядка 70 рублей за штучку и это дешево вам честны это очень дешево для маркеров в принципе туда наконечника один типа кисточка но такая себе а второй очень тонкая пуля и он рисует прям очень тоненького а ну чё я туплю то я что тут делала тесты вот и то есть прям очень тоненькая пуля видите а кисть вот это ее максимальная толщина и вот минимальная вот такая вот вещь мне нравится девочки они такие своеобразные и сейчас мы продолжаем убирать хлам ведь вот эту вот фигню это вот мои любимые кожурки от стиражки которые делают вот эту вот офигенную стиражку ластик черный мне как-то сказали что он вроде фабрикастовский не знаю уже покупала 100 миллионов лет назад и не помню кто производитель но всегда покупала в одном том же месте по моему в одном из читай городов как как правильно называть магазины а в одном из магазинов сети читай город так он такой типа треугольничком таким объемным как пирамидка мне нравится но сейчас он уже такой сильно сильно истрепанный из-за этого вот вот эти вот кожурки появляются очень быстро и не очень хорошо но я рисую сейчас им я начала юзать красные карандашики с ними как-то иллюстрация почище выходит вот у меня один закончился хэдбер фирма была а тут я нашла в своих закромах карандашик фирмы сказочный мир и так мы переходим к следующей части моего стола это дальняя часть тут стоит мой монитор его надо будет тоже протереть но пока я его отодвину максимально назад он не мешался вот тут вот собственно и начинается весь хлам фантики от скетчбука это тоже в мусорку у меня еще тут кошка сидит на диване помогает мне ну как те скетчи которые я вам показывала она просто на них села задница и мнет их бумажка от скетчбук тоже идет в помойку мне это не надо здесь остался вангок моя точилка многострадальная обычная точилка под два карандашик в один клини и другой покороче вот так это дело выглядит удобно то что есть футляр для кожурок очисток как называется эта фигня от стиражки от стружки две ручки цветные гелевые я вспомнила гелевое слово потому что я описал календарь себе у меня есть тут такой вот многострадальный стаканчик со всей фигней которая тут можете представить тут есть и ручки и кисточки и всякие линейки ножи и даже есть чупа-чупс он еще тут лежит с нового года я его купил так и не съела и он меня просто стоит и тут даже есть пилка для ногтей ну то есть полный набор и мой многострадальный стилус от планшета вот ручка иди на руку иди на руку цветной дурацкий скотч почему дурацкий потому что если его оставить на какое-то время на бумаге он отпечатается вам тем цветом который он является и в это никогда не ототрете и он тут валяется здесь собственно картина масла приплыли здесь я хотела отфоткать значочек сделать ему интересный моушен видос с облачками потому что здесь значочек облачко вот и короче руки так и не дошли и вот это все делал просто качует место на место когда я все-таки до него доберусь хорошо идем дальше здесь скетчбук я здесь тоже накидываю скетчи это я показывала в instagram то что будет серия но я о ней чуть попозже расскажу будет серия девочки и домашние потомцы расскажу о ней чуть поподробней здесь всякие полезные распечатки собственно здесь секретная распечатка тем в инстаграме то есть если вы были вчера в моем инстаграме вы видели что его ждет апгрейд и короче вот благодаря вот этим бумажкам а за это вы можете пройти и сказать спасибо томе чернобай из пони маркета она очень милая и добрая и классная но здесь у меня валяются еще такие тетрадки они просто валяются они абсолютно ничего здесь я записывал английский когда я узнавал какие-то новые слова я все равно старалась записывать а тут какая-то фигня вот они просто я их доставала вместе с остальным хламом из стола и они просто оказались на столе вчера бесполезно и так нас опять прерывали но здесь у меня лежит книжечка фрэн для тех кто не знает фрэн мёрт с его комиксом про поездку мне она очень нравится она очень душевная она очень интересная и очень классно нарисована и очень смешная и короче если вы не знаете фрэн зайдите посмотрите на фрэн она классная я заказывала у нее с эти и очень милая доставка и она мне даже подписала вот это очень мило вот я часто вдохновляюсь чем-то творчество плане мыслей здесь мне лежит листочек я хотела разрезать на запчасти чтобы рисовать на нем всякие штуки но руки не дошли я его вырвала из папочки и все и так идем дальше осталось совсем чуть-чуть тут лежат стикеросики мои которые надо было отфоткать открыточки кстати я хочу сделать розыгрыш на открыточки и здесь остался мой как ты называешься ежедневник где записываю всякие вот такие вот дела дурацкие здесь еще наклейка вот вы знаете кто давайте напишите мне кто это в комментариях если вы знаете чья это наклейка угол мы разобрали а мы возвращаемся собственно к самой интересной части потому что вы уже видели наверное в прошлом видео я тоже оставлю ссылку в подсказке про мое рабочее место что у меня здесь вот такое маленькое безумие тут место это искусственные цветы у меня стоит живые цветы у меня стоит засушенные цветы и тут стоит на переднем фоне бутылка когда мне бесит ну воду пить надо вот поэтому тут стоит бутылка и я хочу разгрузить это место я хочу убрать лампу которую вам сейчас не видно но она очень громоздкой черная и бесит меня вот я хочу разгрузить это пространство и купить специально такую этажерочку для бумаги чтобы хранить там вещи чтобы это не не выглядело как вы сегодня видели куча бумажного хлама и непонятно что есть что вот поэтому растение остается жить тут это уезжает не в неизвестном направлении лампа уезжает на другую сторону стола и свечки у меня тут еще стоят их тоже надо куда-то наверное убрать хотя я очень люблю свечки но я давно их не зажигала и тут осталось совсем немножечко но тут еще множко а немножко осталось вот в этой они были такие вкусные но свечкам к сожалению надо уехать еще у меня здесь есть таблетки это глицин чтобы голова работала потому что голова периодически меня подводит марионетку не знаю буду я ее убирать или не буду это в принципе самое родное мое существо его мне подарила мама когда я только переехала в Иваново и то есть он со уже сколько года четыре и он обзавелся татуировочками и очень часто мелькал во всяких моих соцсетях потому что он крутой на самом деле это она но мне приятнее знать что это он так что у меня тут еще расческа осталось еще с момента когда я красила свою подругу моя любимая единорожижная клейкая лента такая блестючая ее наверное я оставлю на столе но надо подумать с расположением здесь еще из Бэтмен из господи из Бургер Кенга я люблю всяких хэппи мил и вот это вот всякую детскую хрень когда там очень прикольные игрушки и вот ради Бэтмена я купила его и я его сама перекрашивала потому что первоначальная покраска была ужасной я его кастомизировала и он сейчас стал очень крутой и стильный и правильный он поедет на полку к остальным моим игрушкам сушеная лаванда не знаю будет ли она оставаться здесь потому что она очень сыплется и засоряет блин мой стол но это настоящая горная лаванда которую мы привезли из гор и короче не знаю куда-нибудь переставлю но пока убираю ее отсюда следующее что тут есть это тоже очередная вот детская фигня вот эту фигню я наверно выкину это типа Catwoman но ее я выкину потому что маленькая бесполезная и вообще детский сад ну да это смешно от меня слышать маленькая ракушечка с моря она скорее всего переедет на полку к игрушкам мой аметист который тоже успокаивает меня и вообще очень прекрасно выглядит он остается однозначно на столе стакан остается на столе потому что куда без стакана календарь наверное он вообще уходит уже в этом году потому что до середины года до отпуска точнее я им пользовалась а сейчас я про него вообще не вспоминаю потому что я использую немножко другую систему отсчета времени я вам ее чуть попозже покажу итак тут идут цветы цветы остаются однозначно на этом месте потому что у меня ну вот этот цветок как бы еще окей я могу его перемещать по комнате этот тоже я могу перемещать по комнате а вот вы кстати видите вот эту уродскую лампу но с ней ничего нельзя сделать ее можно только перемести в другое место и вот этот вот классный цветок классная пальма видите вот это вот это ее кошка обжрала и поэтому нам ее нельзя нигде хранить кроме как на моем столе потому что кошка в остальные места добирается и дожирает эту пальму и она периодически покушается на нее ночью сносит все с моего стола и пытается обожрать вот эти вот листья которые развернуты к окну а там тюль и то есть она не может пробраться через тюль и сожрать пальму но я очень люблю эту пальму она со мной еще с моей офисной работы уже сколько времени прошло я ее привезла домой и его зовут Иннокентий потому что это пальма Иннокентий и он остается здесь и вы могли увидеть вот эту странную вещь это странная керамическая вещь это типа как кашпо мне его мама привезла и сказала Алёна это очень красивый классный кашпо это как бумажная помятая сумочка я говорю да да мам это очень классно я его поставлю на стол и буду туда мусор складывать Мама конечно не очень оценила это но у нее не было выбора и да действительно это у меня такая стильная мусорка и моя поливалка для цветов потому что цветам нужно поливаться но это не поливалка а опрыскилка вот потому что цветы остаются на своем месте только я стол протру попозже а пока надо поливать цветы если вам было интересно как выглядит мой стол чистый то он выглядит примерно так но он тут не совсем чистый вот эта вот страшная конструкция это то на что я снимаю если снимаю на телефон то есть это монопод вставленный в кашпо и придавленный макарошками то есть это нормально здесь лежат мои рабочие записи потому что я снимала еще одно видео про творческий кризис точнее не про творческий кризис а про свои планы на конец года вы сможете его скоро увидеть на канале еще у нас тут остается стоять новая бутылочка воды поливалка один цветок перекочевал туда чтобы был фон красивый обычно он будет стоять тут также тут остается скотч грязная чашка из-под кофе потому что я попила кофе после того как убралась и тут грязное зеркало остался мой кристалл остались карандашики только я разобралась в них и остались мои таблеточки и так лампа благополучно перекочевала за монитор я пока не пробовала ее включать выключать но из-за того что у нее гнется вот эта вот часть то я думаю все равно будет удобно а выключать у нее находится вот тут сверху сейчас очень светло на улице поэтому ничего не видно так тут остался мой календарь но я не составляла вообще план еще я до него просто не добралась но я составила другой план который вот этот и вот так выглядит мое рабочее место еще за камерой я разобралась в ящиках в некоторых поэтому я сегодня молодец мы сейчас съездили с кошкой в ветеринарку и теперь едем в магазин 5 у нас другая гранда 3 2 3 4 4 Уфига, их совсем мало осталось. Итак, мы съездили в ветеринарку, мы съездили в художественный магазин, и, собственно, всё с кошкой, всё в порядке, у неё просто аллергия витаминоз, нам прописали таблеточки, и с ней будет всё хорошо, так что не беспокойтесь. На сегодня мы, наверное, всё закончим. Спасибо, что провели этот день со мной, удачного вам дня, и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!